Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить фаршированные блинчики. Для этого нам понадобится 3 яйца, 3 четверти пакета молока, либо литр без одного стакана, соль, сахар, мука, растительное масло. Мука предварительно должна быть просеянной, чтобы не было никаких комочков. Начинка блинчиков будет состоять из творога, мы его берем в количестве полукилограмма, сыр средней твердости, протертый на терке, грамм 200-250, зелень, может быть сушеная, может быть свежая, в районе 2-3 столовых ложек. Один зубок чеснока, тоже предварительно измягченный, и 3-х столовых ложек майонеза. Майонез делает начинку более нежной. Взбиваем миксером яйца, затем добавляем молоко. Добавляем щепотку соли. Добавляем для вкуса, чтобы блины были такие вкусовые качества, имели 2 столовых ложки сахара с горкой, достаточно, потому что блины у нас обея со сладкой начинкой готовятся. И продолжаем дальше взбивать молоко, яйца, соль и сахар. Затем мы добавляем просеянную муку. Мука где-то сюда идет в количестве 2 стаканов. Мука предварительно просеянная. И дальше продолжаем взбивать тесто. Я люблю, чтобы блины были приготовлены на более жирном молоке. Они как бы вкуснее, но это на любителя. То есть каждый любит по своему. Так, добавляем оставшуюся муку. Так, продолжаем взбивать. Затем мы добавляем где-то на эту пропорцию 4-5 столовых ложек растительного масла. Я так зрительно смотрю, чтобы тесто было без комочков, чтобы блины не пригорали, как это часто бывает. Это защищает масло от пригорания, чтобы блины хорошо переворачивались. Мы взбили тесто. Значит, оно у нас получилось. Комочков нет, но все равно ему нужно постоять минут 15-20. Далее мы будем выпекать блины. Пока наше тесто настаивается, мы будем готовить начинку. Начинку мы готовим из творога. Он обязательно должен быть свежим. Мы взяли творог деревенский, жирный. Как бы вкусовые качества у него более насыщенные. Сюда добавляем чеснок, зелень. Затем добавляем сыр. Тщательно все перемешиваем, чтобы у нас начинка имела однородную такую структуру. Ее получается очень много, потому что творог пышный. Так, перемешали. И сейчас добавляем майонез в размере 3 столовых ложек. Кто любит майонез, может его побольше добавить. Как бы не повредить. Также тщательно все перемешиваем. Начинка получается очень ароматной. От нее приятно пряностями пахнет. Так, все. Начинка готова. Самое важное в приготовлении блинов это сковорода. Она должна быть с ровной поверхностью, без зазубрин. Должна быть наколена. И чтобы первый блин у нас не получился кома, мы обязательно наливаем в нее немножко растительного масла. Оно должно нагреться. Нагреться. И сейчас мы будем выпекать блинчики. Переворачиваем блинчики. Значит так. Переворачиваем блинчик. Приступаем к фаршировке блинчиков. Начать берем блинчик. В него кладем начинку. Скручиваем его. Заворачиваем начинку вовнутрь. Наш процесс подошел к концу. Мы закончили выпекание блинчиков. Значит их получилось достаточно много. Можно угостить любую компанию. Взять с собой на работу. Хранятся они в холодильнике 3-4 дня. Можно их заморозить. Приятного аппетита. Завтра мы будем готовить жареный картофель с грибами вешенка. Пожалуйста подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...